Традиционный фестиваль документального кино «Кинза» стартует сегодня в Тюмени. Прямо в эти минуты проходит торжественное открытие, на котором присутствует и наш корреспондент Лариса Соловьева. Лариса, доброго! Что покажет зрителям в этом году? Добрый день, Елена! Ну, что сказать? Программа фестиваля очень насыщенная. 4 дня, 97 картин. Это рекордное количество фильмов. Зрители смогут познакомиться с работами как уже известных, так и только начинающих режиссеров. Основной площадкой проведения фестиваля по традиции станет зал Тюменского института культуры. Но в этом году фестиваль распространился на весь город. И просмотры будут организованы также и на базе информационно-библиотечного центра для молодежи на Червишевском тракте, библиотеке номер 16 на Олимпийской, областной научной библиотеке имени Менделеева и в Малом зале Драматического театра. Показы, можно сказать, будут идти в режиме нон-стоп с 10 утра до 10 часов вечера. Зрители увидят лучшее мировое документальное кино, многие фильмы победителей всевозможных фестивалей. Также в рамках этого мероприятия запланированы мастер-классы и встречи с известными режиссерами-документалистами. Надо сказать, что это уже седьмой фестиваль в Тюмени и с каждым годом он только набирает обороты. Но по мнению самих организаторов и вдохновителей этого мероприятия, главная задача фестиваля это знакомить с документальным кино, современным документальным кино и современными режиссерами. Есть уже планы и на следующий год. Хотят как можно больше приглашать режиссеров из бывших союзных республик. Ну а в эти минуты уже началось торжественное открытие, можно смело сказать, камера, мотор. Елена. Спасибо, Лариса. Обязательно присоединюсь в качестве зрителя. Ну а мы продолжим освещать это событие. Смотрите сегодня в выпуске ТСН 18 часов. Спасибо. Спасибо.